Это точно, что всем воздастся Если ты будешь относиться ко всем так, как они заслуживают Здравствуйте Спасибо за ваш канал Спасибо Спасибо Человек отработал 350 рублей Я ему вчера написал Пройдешь здесь Скажешь, что у меня классный канал Следуя логике нашей предыдущей гости Это Марин Очка У нее весь юмор на этом был построен Да, и Марин Очка приехала сюда Очень было много переживаний, что мы спиваемся Хотя я практически не пью И вот мы решили сделать отдельные выпуски Я думаю, будем повторять Пройтись по всяким не пятийным заведениям А там, где кофею наливают и прочее И решили мы начать отсюда Ну, Марина решила Я, честно говоря, не хотел Потому что место это всем известно Но вот Мариночка захотела Объясню, почему свой выбор При первой встрече с Павлом Мы встретились в небольшом Очень интересном заведении Чайхана И Павел мне сказал Ты знаешь, Марин Очка Ты вообще не входишь в список тех женщин Которые мне нравятся Такая, знаешь, кустодиевская девушка Ну, в стиле мапасана Ну, я и подумала Пышечная 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 Вот И поэтому Ну, на самом деле Мне кажется, сейчас такая предновогодняя атмосфера Не-не-не, проходите Погода ноль И красивые девушки в красном Да-да-да Вообще напоминает, что Новый год скоро В красном Так, ну что Пойдем отведаем В общем, топовые места Питера Если вы приехали на пару дней Ну, или вообще Захотели ощутить питерский дух Поэтому Питерский вайб, как сейчас принято говорить Синц 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 Да, есть прекрасная история Как владелец там чуть ли не утюги там ставили на На это Не на то Не будем это трогать руками Чтобы не создать конфликт Я расскажу Нет Нет, это не наше Не наше Не наше Пойдем зайдем В тепло Ой, это наше О, видите Все для вас С Новым годом С новым счастьем Новогоднее чудо Вас не снимаем Туда, туда Куда ты хочешь? Давай налево Проверю на ревизор Ну, давай, давай У меня есть своя история Связанная с этим заведением Леша Сенников это рассказывал Он как-то Продавал очень большой объект Ну, он работал риелтором Коммерческой недвижимости И Люди не могли никак договориться И они говорят Ну, Алексей Ну, сделайте какой-нибудь там ресторан Придумайте нам, чтобы мы приехали Он говорит Да, сделаю И вот они приезжают сюда Такие Вау На таком столике Ну, все же из советского прошлого Наелись этих пышек И в конце Один другому говорит Смотри Так вот проводят До сих пор Видите, почти глянцевая бумага здесь Мне очень нравится Новогодний дух А ты что хочешь, пышку Я хочу три пышки Три пышки? Да Потому что бог любит троицу Три пышки Это такие существа, мне кажется Как Три мойры Три мойры Три пышки Три пышки А, три богатыря Три пышки Нет, трепышки Три пышки Три пышки Я имею ввиду Смурсики Или кто они там Смурфики 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 Ну, я не в теме Три пузики Ну, я была, по-моему, пять Расскажи, как ты проводила Power Rangers Как ты проводила Это тяжелое Для тебя время Последнее Я играла в PlayStation Ты играла в PlayStation? Я сейчас проходила Рендемшн второе Потом прошла Ассатинскрит Здравствуйте 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 У нас съемка согласовывается Да, да Мы знаем Все хорошо Конечно, да Вот мы сейчас рекламируем Ваши пышки Нет, наши пышки не надо рекламировать Не надо Ой, хорошо Не, не, отвратительные пышки Не надо их рекламировать Мы буквально Вот заказать их и Павла Мы себя Да, мы себя Мы себя Мы не сейчас Выключаем камеру Для вас обслужу И заходим И заходим Три пышки, пожалуйста Нам И кофе с молоком сгущенным И кофе с молоком сгущенным И три пышечки Три пышечки вот так вот не в каждом элитном ресторане вам выкатят конечно выключил что же не что же мы а она лично у меня даже говоришь жизнь меня не готовила к нолику если оплата наличными то спасибо камеру включу да 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 не я я у тебя укушу не давай вот сюда сюда я у тебя укушу да пожалуйста что давай за тесте можно эти это вручу и мы с тобой разберемся небольшой подарок безумно по тебе скучал и думал как проводить новогодние дни рэд я надеюсь в корс запомнила из италии если хорошее вино портить его грандвейном это грех я поэтому не знаю понравится один раз как ангель де мария смотрела финал да блин это вообще просто 3 3 3 вообще просто я триллер а там просто вот мы еще с молодым человеком хотели поспорить что если французы выиграет но мы идем в луи виттон а если французы проиграет то мы никогда не пойдем в луи виттон к счастью мы не поспорим как бы ты жила без но ты видел такой какой был вы видели вообще какой безумно красивый был чемодан сделан луи виттоном для этого кубка это безумно красивый чемодан марина ты сейчас называешь вещи которые вне контекста современно так сказать фонд современного искусства луи виттон вообще огромный я в курсе бывал в париже и так сказать как из песни высоцкого она была в париже она была в париже и купалась в жиже вот в этой вот загнивающего капитализма смотрел треугольник печали нет ты мне смотрел треугольник я не отдать тебе подарок обратно я съем твою пышку ты съешь мою пышку даешь пожалуйста я потом кофейку попью где-нибудь другую чувствуется что кофеек брежневской эпохи о да это прекрасная у меня есть другая замечательная история когда но это правда было не здесь а в знаменитой пирожковой на московском проспекте жившие до сих пор заходят значит человек на бэн это это я я полу заразный но я и короче бабушка наливает это три в одном насыпает пакетик и и потом залезать туда вот так вот ногтем и и и и добирает из пакетика туда ходил этот мой знакомый фотограф гламурный и больше не хочу ты же народ прибывает здесь вообще и обычно кстати очень достоянно по выходным здесь очереди поэтому планируйте свой маршрут заранее ребенок девяностых мне очень вся эта вот химия как сказал бы моя бабушка вот она была моим моей самой любимой едой то есть дошираки кофе три в одном несколько из пакетика разведенной какой-нибудь херней вот вот это же то моя любимая еда и в периоды своей большой внутренней грусти я предпочитаю и то есть сейчас я доширак адаптировала что я его там с грибами шитайки миксу с сыром чеда то есть там ну прям прям придумываю веточек добавляют ребята хотите подкатить марине доширак это то что растопит ее большие нормальные девушки любят большое сердце так и естественно все нормальные девушки мы ехали из грузии в турцию на мотоцикле мне стало как так не по себе я увидела копию три в одном в пакетике а это вот прям реально граница между грузии тут все там никто не ездит это еще в горах так высоко значит я завариваю себе это выпиваю я понимаю что у меня желудок в этот момент какой тип никогда так не делайте в поездках не пейте кофе три в одном будешь носить это подарок мне подарок но может его разделить как распилить распилить марина я надел максимально пидорскую шапку специально а я максимально как мы брутально все правильно сыграли опять контрастов мы идем куда в дом зингера да да мы идем я предлагаю пройти снова это девушка в красном божечки первая фраза которую слышишь выходя на конечно у меня просто уши отвалились ну это питер детка пошли да как пас да тебе все эти нормально не холодно нормально хорошо вообще ты знаешь как нашли кофе как нашли кофе да они ходили кофе кофе и и потом а теперь дети все вместе кофе йог оператор чуть не сделал сайта и тогда в какой-то момент из-под елочки появился добрый кофе и сказал я здесь ребята и они такие да кофе давай передаю здесь по 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 дворам пройдем мимо счастья пройдем по дворам больше я не хочу хотя можно вон там пройти или как двое лучше стой там более красиво ой давай вот так и будет красиво гости ну пошли по дворам я отдельно здесь сниму проходку не переживайте там церковь между прочим мы можем выйти на что она христианская мы можем выйти дворами на малую конюшенную улицу бывшая софья пировская в общем как нашли кофе что-то не было не так я кофе почти почти почти-то угадал да ты что это происходило в эфиопии короче один пастух сидел и растухал код нет он следил за козами и на жаре чуть-чуть заснул такая с людьми случается и какой-то момент он просыпается понимать что все его козы куда-то исчезли он ночь побежал их искать и нашел и он подумал что лучше бы он мариночка в жизни мужчины так и такое бывает когда все козы вдруг исчезают так вот он их находит танцующими на задних лапах да слушай это напоминает одну мою вечеринку оказалось что эти козы нашли вот эти семена кофе обожрались их и у них начался нормально такой трепушник вот и люди были верующими он отнес в эфиопии эфиопия это православная главный православный чел пушкин ведь оттуда и значит он сразу отнес эти кофейные зерна монастырь мало ли это дьявольское что-то вот монахи решили сами пожевать мало ли что там козы употребляют тоже пожевали поняли что вообще вещь супер и так вот открыли кофе а прикинь нам сейчас в доме зингера тоже скажу что типа ребята у нас тут только согласование туда-сюда и прочее блин ну давай подумаем поэтому мы это пройдем кстати вот тротория лингвини на невском если где-то хочется перекусить быстро и не так долго здесь очень вкусная пицца слушай я пиццу не ем поэтому более счастливый человек чем углеводы девочки конечно добавляют вам бока но так приятно же потрогать бока лов хэндлс лов хэндлс это называется вот эти вот бачка так у них называется я не знаю почему ну серьезно все для себя и как передвигаться на мотоциклете из грузии в турцию да прекрасно ты знаешь в турции вообще идеальные дороги просто просто какая-то невероятная дорога очень красивая мы посетили первую армянскую столицу город карс о его брал свое время товарищ которого звали михаил 3 это елович лорис миликов это наш министр в гостинице которая находилась в бывшем дворце николая второго в последнем дворце которую они там отстроили слушай я в эти заведения ходил только загнивающих заграницах у нас я их и не посещал никогда потому что у нас есть где кофе нормальный попить слушай ну я вот как девочка из казахстана приехавшая учиться в петербург а училась я вот здесь в санкт-петербургском экономическом университете может здесь зайдем прямо с угла хочешь зайти да пошли с угла здесь же кофейня может закрылась вообще блок про кофе книжный рай ну смотри как тебе отреставрировано о боже как все поменялось как все сразу изменилось в этой жизни но они кстати сказали что заказали специальные стойки для книг которых не было раньше у них новый дизайн новый дизайн слушай но я как столяр оценил очень круто сделано не знаю как там с книгами вот если вот туда поснять перспективу кстати тоже красиво получается с этими книжками но напоминает кое-что что? ну подписные мне кажется, нет? здравствуйте, ты что будешь? я буду капучино будьте пожалуйста будете в стаканчиках с собой? да да? ну да, а мне тогда давайте я вас flat white попробую капучино большой? нет, я думаю не небольшой маленький капучино не бывает да ты правильно думал кстати да люки хорошие, чаи, иблан чай, липс мят мы вам верим а рихтер это в честь музыканта? нет, не уверены? в честь пусково-эстерического деятельства ну это музыкант ой что, все козырные места? да нам надо показать вид извините, мы вас по тревожим чуть-чуть ничего страшно нет, стол спасибо слушай, я тебе завидую в белой завистии потому что моя мечта была прокатиться по Турции по этим вот первым христианским ты что, совсем юный? да, мне всего 47 годиков сколько? девочки берем куда, девочки, не надо его брать уже все, у меня нет сил уже уже, знаешь, у меня мальчики нету понимаешь? нету проблемы мы ее либо создадим либо решим к сожалению где сейчас где сейчас России найти нормального мужика, ребята? да нигде слушай, вот тут кстати очень интересный вопрос и мне кажется у женщин сейчас многих Разделилось это мнение, хотя я сейчас была в Москве, ходила на Богомолова. Господи, кого я позвал, а? Потом я ходила на медиаторы в ГЭС, вообще просто супер, невероятная вещь, они ее закрывают, потому что все художники прекратили сотрудничество с российскими музеями, ну, такими творческими, и попала в музей русской эмиграции, вот это было имени Солженицына. Это было вообще просто, я не знала, что он существует. Я тоже не знаю про такой музей, я знаю музей ГУЛАГа. Нет, тут есть музей русской эмиграции, потрясающее место, там все объекты, которые в музее, все дарены людьми, которые эмигрировали в свое время, и их потомки в 19-м году, когда они собирали эту коллекцию, даже приезжали на открытие музея и вручили эти вещи музею. Вот, и, значит, там была очень классная история про чувака, который уехал жить в Австралию, и он был, ну, работал в Зимнем дворце перед революцией. И он во время, ну, там рассказывают про выстрел Авроры, ну, мы же с тобой знаем про выстрел Авроры. Мы знаем, что стреляла не Аврора, стреляла… Во время выстрела в Зимнем дворце с люстра упала… Я хотел как-то тупо пошутить и не придумал. Ну, у тебя еще и с вами подумали, я тогда скажу. Вот, и там, значит, с люстра упала вот это муранское стекло, какая-то какая-то красивая штучка, и он взял салфетку Николая Второго, на которую вы считаете Н2, вот, положил вот туда, и, в общем, как все это завернулось, он сбежал из страны… – Латвайт и Капучино? – Да. Вот, он сбежал из страны и вот уехал жить в Австралию. Ну, вообще, вот, если вы в Москве живете, обязательно сходите в этот музей, там работает человек… – Будьте добры, еще картошку и двойной шизбургер. – С трюфельным маслом. – Попробуем. – Попробуем. – Попробуем. – Попробуем. – Кстати, а в связи… – Ну, что я могу сказать? Не парадная, конечно, но… Хотя… хотя нет, вообще ни разу. – А может, у меня флэтвайт? – Нет, у тебя… ну, слушай, если это Капучино, то что, сама? – Нет, у тебя Капучо. – Капучо. – Да. Ну, такой, он слишком горький, на самом деле. Вот у нас… – Ты хочешь сказать, что у меня августовский кофе? – Нет, у тебя кофе для девочек, а это для реальных пацанов. – Да. Но надо и к оператору, хочешь кофейку? – Он, как настоящий русский, пьет чай. Знаешь, кстати, что в России вообще не приживался кофе, потому что русские любили только чай? Ну, еще кофе не мог расти в России, поэтому… – Я тебе еще могу сказать, что, ну, кофе, он был долгое время дороже просто. Чай-то был не дешевый, а кофе так вообще запредельно денег стоил. – Кстати, в 1913 году, вот мы бы с тобой, ну, наверное, не здесь, на какой-нибудь вельнице зашли, кофе стоил бы всего 2 копейки. Но на наши деньги это 19 рублей. – Ну, слушай, не везде такое было, хочу так сказать, потому что… И ты не забывай, сколько люди зарабатывали. Понятно, если бы ты была содержанткой, тебе бы на эти 2 копейки было плевать. А если бы ты работала грузчиком на Путиловском заводе, то вряд ли бы ты этот кофе пила бы. – Господь, спасибо, что я женщина. Не просто женщина, а определенной комплекции, определенных, так сказать, умственных способностей. Хотя, конечно, друзья мои, я знаю тех, для кого слово «Солженицын» – это просто триггер. У меня есть, знаешь, персонажи, которые я там раз в полгода делаю что-нибудь с тегом, я не знаю, там, СССР или Сталин. Они ничего никогда не лайкают, ничего не пишут, но как только это появляется, они сразу же такие… – То есть сейчас это будет? – Конечно, конечно. Ну, если они вдруг окажутся, хотя в последнее время удивительным образом у меня просто, знаешь, это такой стук благородных девиц. Но это при модерации YouTube, я думаю, работает. Потому что в Яндекс.Зене там вот все нормально. Это петушары, вот это вот все присутствует. «Найди себе мужика». – Конечно, найди себе мужика. Ну, на самом деле, найти мужика – это непросто. Во-первых, сначала нужно найти себя, а потом ты уже находишь мужика. Будешь с тобой это походить? – Я чем больше могу сказать, найти бабу – это непросто, на самом деле. – Потому что ей надо найти себя. – Ей надо найти себя. Это у меня тут уже они общаются друг с другом. У меня… Да? В Пекине? – Подружились? Или изначально подружки были? – Нет, они не подружились, они просто… – Объединение против одного врага? Коалиция? – Клуб по интернету? Нет, они, так сказать, решают определенные вопросы. – То есть, как французы и англичане против немцев в Первом мировой? – Почему она сравнивает меня с немцем? – Надо пивое, я не могу это пить. – Ну что, насладились видом? – Насладились видом, друзья мои. – Друзья, вы тоже можете насладиться видом, прийти сюда, почитать. – Пошли. Слушай, а куда мы сейчас? У нас сейчас долгий же переход. – Я вообще тебя не слышу, что ты говоришь. – Нет, я не тебе говорю, я тебе говорю. У нас сейчас долгий переход. Куда мы сейчас идем? – Мы сейчас идем с тобой по «Давай займемся кофе». – Да, а «Давай займемся кофе». Это где? – Это вот здесь. – Ну вот здесь, это где? На Казанской? – На Казанской. – На Казанской. Хорошо, давай. Ну там-то, я надеюсь, кофе получше будет. Нет, я хочу объяснить. Я вот не из этих, знаете. У меня, пожалуйста, на кокосовом молоке… Что там еще вот это вот они говорят? – Я люблю на кокосовом молоке. – Я не люблю на кокосовом молоке. – Потому что ты северный человек, а я южный, наверное. У южных людей непереносимость реально молока, а у северных этого нет. – Но меня научили реально ребятки из кофейни-парадной к правильному потреблению флотвайт. И я все, я теперь вот стал таким вот козлом, которому надо хорошее качество. – Кстати… – Недавно прочитала эту книгу Пыляева. – Так, извини меня, это «Альфа и Омега». Все байки Синдаловского, ну, я имею в виду, половина, они взяты вот из этой вот книжки. – Ну, книжка… – У него есть еще, кстати, хочу рекомендовать. Еще книга «Старая Москва» называется, помимо «Старого Петербурга». – Ну, вот мне очень понравилось. Прям я с удовольствием ее прочитала. – Ну, я рад. – Как нам, конечно, с тобой повезло. Погодка чудесная, солнце светит. – Погодка чудесная. Ну, я тебе хочу сказать, что она для людей из Эфиопии не была бы таковой. – Ну, и мы с тобой не люди из Эфиопии. – Мы с тобой не люди, мы с тобой не Эфиопы. – Петя, а вот у тебя же большой опыт работы с Санкт-Петербургом. – У меня большой опыт с Санкт-Петербургом, да. – Вот для тебя Казанский собор – это вот что? – Для меня Казанский собор? Для меня Казанский собор – это, прежде всего, место моих молодежных тусовок. – Ну, что тогда? – Я же рассказывал уже, что… Прости, Господь, но я с той стороны, там вот в этом пандусе хранил марихуану, которую я продавал. – Нифига себе! – Ну, у меня же есть роман косяка до штанги, мой самый первый. – Ага. – Не, ну я потом всё, я стал very good boy, я приезжал в Амстердам, и как бы ровная половина удовольствий была для меня недоступна по причине того, что я straight age, а вторая половина удовольствий была мне недоступна, потому что я был с барышней. Ну, я имею в виду те два главных УТП, за которыми люди едут, как правило, в Голландию, потому что… – Ты не мог кататься на велосипеде один? – Я тебе хочу сказать, кстати, прикол. В Голландии ты имеешь право ездить на велосипеде и сажать человека на багажник и впереди на руль. В Дании, куда мы приехали, и я взял велик и посадил свою барышню на багажник, я просто заметил, что все ездят одни. – Угу. – Я не понял, в чем прикол. У нас был один велосипед на двоих, мы поехали, и в какой-то момент менты мне свистнули. – Угу. – Типа, эй, эй. – Чувак. – Снимай. – То есть в Дании нельзя сажать никого на багажник. Я не знаю, как сейчас, но это было тогда. Вот раньше можно было спокойно вот так вот пройти туда и там прыг, и ты уже на той стороне, потому что не было этого забора. А теперь вот они поставили… Ну, наверное, правильно поставили, потому что… – Ну, он так портит вид вообще просто ужасно. Иначе я не знаю, тут бы… – А если посмотри, как ужасно покрасили, честно говоря. – Покрасили? Кого? – Ну, вот снизу вот это серое, это же покрашено. – А, в смысле, основание колонн или… – Да. – Ну… – Такое какое-то. – Ну, нет, они… – Ну, да, вроде как покрашены. – Ничего не диссонирует у тебя, у меня сильно диссонирует. – Да, это краска, да. Вот она отколупывается, видно, серая. Ну, а в какой ты цвет хотелось бы? В желтый? – Кстати, вот цвета Эрмитажа, да, как классно красили Эрмитаж. Я у тебя видела в ВКонтакте подборку разных цветов. – Да, да, да. – Блин, это вообще круто. – Так я еще помню время, когда я был школьником, и Эрмитаж был другого цвета, чем сейчас. – Какого? – Более такого, более в лазуревую синеву. – Слушай, у меня недавно было вообще, знаешь, это интеллектуальное открытие. Если можно это назвать так, что оказывается, все эти греческие мраморные статуи не были белого цвета. – Так я об этом рассказываю на экскурсии. Мало того, что статуи не были белого цвета, не были белого, серого цвета. Вот эти все парфеноны и прочие, они были вкусными. – Да, да, они вообще были супервеселые, разные. Греки очень любили разные цвета. – Я буквально вот в последней экскурсии по Ваське, где водил, я нашел у себя в архиве те кадры, что я снимал в Филадельфии. Я специально заснял… – А Филадельфия всегда солнечно? – Это все бред. – Это серьезно такое? – Что там всегда солнечно. Я нашел кадры, ну, в смысле, капитель, колонны, которая цветная, у них вот музей изящных искусств, он сделан как именно аутентичный греческий храм. Потому что у нас, поскольку не знали об этом, у нас же биржа там Ады Тамоновская, манеж Кваренговский, они все серо-белые. – Да. – Потому что они были уверены, что у греков так. А то, что это не так… – Да, когда они их творили, когда греки строили, прошло овер много лет. Они… Это выяснилось только уже в 19 веке, там, к концу, что на самом деле это все бред. Более того, греки же, они свои статуи, они иногда делали там из слоновей кости. Вот. Отделывали их золотом, расписывали. Поэтому, собственно, они не сохранились. – Потрясение, конечно, когда я увидела вазу 4 века до нашей эры. И я такая… – Здравствуйте. – Как вообще такое случилось? Ну, что-то такое, туда-куда-то. Это, конечно… – А где ты это увидела? – В Афинах. – В Афинах? Слушай, а как тебе Афина? Вот мне что-то не вставили. – Слушай, я вообще… Я поняла, что это место моей души. – Да ты что, серьезно? – Да, вот у меня редко такое бывает. Я уехала в Петербург, и потом постоянно… – В общем, тогда с тобой надо было съездиться, а? – Не, ну мне же не везде так комфортно. Я как бы… – Не, ну я приехал. Меня пригласила туда зрительница. Я жил у нее в доме. Она с мамой там дом снимала рядом с Афинами. Я вот специально, я приехал в какой-то там… То ли я не помню, то ли в ноябре был я, то ли… Ну, в какой-то совершенно не сезон. Но там было хорошо, тепло. И я прихожу на этот вот холм, где очень мало людей, что хорошо. Потому что, естественно, летом там… Как на китайской стене летом. Вот. И я вот такой… Сейчас, сейчас, сейчас… Вот я… Ну я живу из Петербурга. Вот я же весь вот на этих вот портиках, вот на этих капителях. Я вот на этом все вырос. И вот я такой, знаешь… Думаю, сейчас я как в Лионе. Вот я там сажусь, знаешь, своей пятой точкой на ступени амфитеатра на склоне. Смотрю на этот старый город и думаю… Вот. Это же здесь вот… Я же демосфен. Римляне, тра-та-та-та-та-та-та. И я вот прихожу с этим чувством и ничего. И вот не торкнуло. Слушай, у меня… Я объясню, почему меня торкнуло. По крайней мере, я это вот для себя все поняла. Я до этого провела достаточно много… Ну, не много, но достаточно времени в Италии. И после Италии ехала в Афину. Вот. Мне так понравилась греческая простота. А, в этом плане? И когда ты знаешь… Как раз-таки вот приходишь на то же самое место, вот про которое ты говоришь, под Парфеноном, и смотришь на эту махину, на то, что сделал Перикл. И как бы вообще такой, знаешь, типа… Ты понимаешь, что люди как бы все доказали. Вот знаешь, какая-то вот эта гигантская человеческая мысль. Она вот на тебя прямо там… Ну, на меня надавила. Я когда смотрела на это все, у меня было, знаешь, как здорово, когда люди живут с пониманием своей истории, что они как бы дали миру. Да, то есть все остальное во многом от них пошло. Ну, ты же понимаешь, что эти греки, которые там все живут, это нифига не те греки, что… Я это понимаю, но меня впечатляет именно масштаб мысли. Меня вот это восхищает очень сильно. Конечно, знаешь, когда… Мы жили в районе, называется Колонаки. Вот если вы, кстати, поедете, есть район Кунаки и Колонаки. Кунаки, он побюджетней, но хороший. Колонаки – это прям супер. Это как вот у нас… Дельномарской пожит. Ну, знаешь, такой как бы… Ну, понятно, да. Где вот фосизнсы все доходят, скажем так. И там наши очень красивые, нарядные люди, курящие сигары. Что, красивее тебя? Да. Вообще… Ну, неужели такое бывает? Девушки Греции безумно красивые. Да иди ты в баню! Я как раз… Это у меня второе разочарование, потому что я… Это оливковая кожа, цвет глаз. Ну, хрен, я не знаю. Вот это очень характерно. Тебе… Тебе девушка говорит… Я тебе познакомлюсь со своей подругой, она очень красивая. И ты такой… Красивая подруга. И вот она приводит эту подругу, и ты думаешь… Окей. Слушай, ну я, наверное, очень субъективна к красоте. Я всех считаю красивыми. Это все девушки так относят. У меня… У меня было несколько таких ситуаций. Это клянусь. Да. Потому что… Я понимаю, что девушки все-таки друг на друга смотрят совершенно другими… Ну, разные девушки по-разному. Ну, понятно, да. Чем… У мужиков… У них такое, знаешь, какое-то более примитивное, возможно, восприятие… Вы его снимаете через свою призму. Женской крышоты. Я уверена, что там Дани и Па… И тебе нравятся разные девушки. Пивоварня Тинькова. Когда ты была? Была, да. Я ходил там на концерт «Fun Loving Criminal» себе помню. Я хоть ни разу не была в пивоварне Тинькова, но мне кажется, там должна быть какая-то такая бергерская атмосфера. Слушай, я ему даже пожал, я когда брал у него интервью, я ему пожаловался… Ты что, там вдуть? Что? Нет, это было еще в середине нулевых годов. У меня даже фотка есть. Но я еще смогу постить. Я думала, тут факт показывал. Факт. Потому что Тиньков же он теперь этот нерукопожатный у нас. Короче, я говорю, вот меня не пустили в отшую сторону в бриджах. Я приехал на велике, но слава богу, у меня были штаны, они с пристегивающимися этим. Знаешь, как у Миронова брюки превращаются в элегантные шорты, да. Мне пришлось их пристегнуть. Было лето, жарко. Он говорит, ну да, в каждой избушке свои погремушки. Нет, там проходили концерты, причем Джей Джи Йоханссон там играл, я помню. Я его возил туда на такси из гостиницы на площади Восстания. Сейчас, по-моему, даже Женя знает такого Джей Джи Йохансона. Знаешь такого Джей Джи Йохансона? Нет. Ну вот, а в свое время он… Я знаю Джиджи Хадид. А в свое время он из Швеции… А у нее и сестра Белла ходит, она сейчас топ-модель. Топ-модель? Да. Ну, вообще она не так. Видел видео, где платье на ней сделали и она в нем пошла? Нет, не видел. Давай вернемся к греческим девушкам. То есть, короче, они были красивые, да, по-твоему? Да, но меня, конечно, вот в Афинах… Меня это поразило. Я этого нигде не видела. Я тепличный человек. Когда я увидела в центре Афин… Это вот как бы на Невском мы сейчас шли и увидели человека, забивающегося по Вене, героин… На Невском? Ну, типа, если бы на Невском это было, в Афинах это норма. Там супер много маргиналов. Свежий кофе, пожалуйста, заходите, девушки. Вот вам флайеры. И, значит, все для вас. Вот эту чудесную картинку я недавно запостил. Я запостил вот это вот. Я полон любви, любви, любви и вот это. Пойдем на набережную целоваться. При этом изображено отнюдь не акт целования. Это был прилив зависти, Павел? Нет, это было предчувствие моей судьбы на завтра и оно случилось. Ты с кем-то поцеловался на набережной? Да, я… Ну, нет, не на набережной. Это не сезон. А это Боуи. Боуи, да, да. Кто они любят? Боуи. Мне сегодня буквально написали, что если талантливый человек начинает наряжаться, то он, соответственно, у него кризис. Это знак. Мне хотелось сказать, а как же Дэвид Боуи? Я прям настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм. Это очень жесткая сатига на современное общество. Прям муа. Муа. Я смотрела на английском, кстати. Ты смотрела на английском? Да. Вот ты даешь, а? В Лендоке. В Лендоке. Там проходил у нас… Все так плохо, да? У меня? Да. У меня все нормально. С таким лицом, что я даже испугался, что… Может быть, это мы вам что-то сделали такое? Нет. У вас так написано, там, люби, 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 люби. А говорят, у вас кофе есть. Днем, ночью и днем, надеяться? Да, часу. Правда? Да, кофе есть. Если вы кофе хотите. Ну, мы подумали, что бы не попить у вас кофе. Да, можете посмотреть, можете присесть. А я даже сразу могу сказать, что мы хотим. Да. Точнее, я хочу. Я хочу флэт-вайт. А вот что хочет девушка, олицетворяющая собой Маза Раша? Мне, пожалуйста, авторский раф ваш чудесный. Авторский раф. Какой именно? Соленый корень? Аппенсивный. Аппенсивный. Дашь хлебнуть? Конечно. Я сейчас смотрю «Улицы разбитых фонарей». О, господи. Первый сезон. Я тебе очень рекомендую. Торвемся, ответьте до пера. И, короче, там в каждой квартире на стене висит ковер. В каждой. У меня был ковер. Так у всех был ковер. У тебя был ковер? Во всех квартирах. Был ковер? У вас были коверы? Два? Зажиточный? Просто реально интерьер всех квартир абсолютно одинаковый. Есть такой набор… Ну, так икея норвежская. Советская икея. У всех тоже все одинаково. Ну… Посмотри на эти икеяные квартиры сейчас. Вот они там типа сдают на авито или еще что-то. Но они правда все одинаковые. Слушай, но у них все-таки больше вариативность, согласись, в дизайне. Определенно. Нет, понятно, что эти стенки белые они все перегородут. У меня молодой человек, он фанат икеи. Он ее очень любит. А я фанат итальянского дизайна. Вот. Но мы живем в компромиссе, поэтому вот… Но ты понимаешь, что икея на самом деле, она очень много дала для нашего… Икея – это возможность купить что-то дизайнерское за более-менее какие-то подъемные деньги. Я с этим согласна, но… Ну, знаешь, типа у всего хорошего и всегда какой-то минус. Вот. И для меня, например, вот просто… Мне вот очень тяжело жить… Ну… Неправильно выразилось. Я не хочу спать на диване или сидеть на диване. Если, знаешь, столько диванов еще у всех моих друзей. Вот меня это немножко как бы… Я понимаю, что у них есть разнообразие, но… Дети у Маля такая вся… Спешл. Да нет, дело не в этом. Просто ты же все равно бьешься всегда… Не, ну понятно, что когда ты видишь девушку в такой же шубе, ты, наверное, расстраиваешься. Не всегда, кстати. Не всегда, да? Не, ну, все-таки цвет он очень сильно бьет. Ну, я знаю, что очень много людей ходит в таких шапках, но меня это не смущает. Я просто помню ситуацию, когда… Давным было подружкой… Я как-то познакомился с девушкой один раз, я пришел на концерт Dead Kennedys. Кого? Dead Kennedys. Ну, ты не знаешь эту группу… Мертвый Кеннеди? Да. Dead Kennedys – Мертвый Кеннеди. Там такой Джелла Бояфро, очень культивный персонаж, он даже баллотировался в мэры одного из городов Америки. Ну, в общем, не суть важна. Они приезжали, правда, без него, а это такая уже олдскульная команда, и туда пришли, знаешь, такие мужики в кожаных куртах. ЛДМ был полностью черный. И такая бегает одна девочка в белой шубе. Но я, естественно, как-то оказался на ее пути, и потом оказались у меня дома. И она мне потом рассказывает историю, что она выходит и… А у нее действительно очень уникально. Она такая коровья, шуба в пятнах. Она приходит такая вся убитая. Я говорю, что такое? Я сегодня видела в метро в такой же шубе барышню. Вот. Ну, я бы, наверное, настолько не уходила, но я просто тебе говорю про масштабы. Ну, вот. Ну, а в принципе, я хочу отметить, я к Икеи хорошо отношусь. К Икеи и Хакеи. Да, спасибо большое. Ой, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я тебе скажу, что вот я очень часто встречаю вот эту историю, что, ой, Икея надоела. Мне она тоже в свое время надоела, потому что я, ну, обставлял несколько квартир. Ну, это очень удобно, когда у тебя несколько квартир, эти надо все быстренько обставить. Да, нет. Я просто помню тот момент, когда она появилась, и я тебе хочу сказать, что это был просто лучший в темном царстве. А, я хочу сказать, что есть очень смешная история, связанная со мной. Валей. В общем, на тот момент, когда я занималась ремонтом, была бы Икея, и я пришла бы купила... Вот. Флет, который можно пить. Стравинский. Не зря. Стравинский. Спасибо тебе большое. Вот. И была бы Икея, я бы не столкнулась с той проблемой, с которой я столкнулась, когда купила кровать в Осконе. Вот. У меня пришла кровать из Осконы, и там не хватало одной дыхки, куда должна была пойти какая-то другая штука, и мне как бы человек, который свергает, «А что делать?» Я такая, «А в смысле?» Но вот в Икеи бы это точно не случилось. Они слишком, как бы, они молодцы в этом плане. Да. Very good. Очень хороший. Очень такой сладенький, но для тех, кто любит сладенькое. А те вкусненькие. А ты же говорила, что ты, например, очень иногда не любишь сладенькое. Вообще же есть правило. Есть правило? Самая вкусная еда – это 2S и 2G. Сладкая, соленая, жареная, жирная. Пойдем тогда потихонечку к нашей следующей точке сборки. Как я не изящна стала? Ты не изящна стала? Ну вот Стравинский так смотрит своими глазами. Весна священная. Обычно концерты, вот там начинаются с этих, как это, габои, называются такие трубы-то, да? Акустику проверяют многие оркестры вот именно с этого звука. Я расскажу, хочу рассказать про выставку «Медиаторы» в Грессе. Там, значит, история, что они собирают разного цвета, ну, в смысле, разные кофты по интерьеру. Извини, в общем, 22, Flat и Raw тоже. Очень хорошо тут. Я полон любви к ним. Там, кстати, очень вкусные вафли еще. Потеплело, я тебе хочу сказать. Потому что я когда приехал, буквально вот полтора часа назад, я шел, я запарковался там. Я сделал тебе, наконец, парковочное разрешение. Ого-го. Да, я теперь могу бесплатно парковаться в Адмиралтейском. Многодетный отец? Ой, если бы я был многодетный отец, я бы сдох. Потому что мне один-то стоит, блин, всего моего состояния. А если бы у меня их было много, я бы, наверное, Flat White с тобой бы точно не пил бы. Однозначно. Слушай, ну, раньше люди, знаешь, почему не пили воду? Потому что она заразная вся была. А вот правильно, поэтому люди пили вино. Ну, почему? В Голландии пиво. Да. А потом, кстати, начали пить кофе. Поэтому, кстати, оно стало популярным в Англии, чтобы люди... В Англии люди очень много пили пива. И почему, кстати, в XVII веке появилась мода на кофе? Именно потому что это было лучше, чем если люди попьют кофе вместо воды или пива. И не будут такие веселые с утра. Куда мы идем дальше? Я хочу втиснуться на секунду. Можно? Это все будет записано. Ну, там чуть-чуть совсем все вшит на фоне. Я имею в виду вот это. А, давай, подержи ее сейчас. Да. Нет, а так все прекрасно слышно. Да. Такой объемный звук очень. Ну, хорошо. Давай, да. О, пойдем, может, к Красному мосту туда? Оператор тронул ее за святые бугры. Но вы этого не видели. Куда у нас последняя точка? Какая? У нас там последняя точка будет у... У... Этого... У Красного... Ну, ближе Косаки. А, ну вот, и я поэтому там и запарковался. Можем хотя бы в истории закончить, чтобы прям супер... А вот там, ребятки, мы же были с нашей безумной... Мы начинали отсюда тур. Вы полите? Да, там супер. Мы были с нашей безумной... Эээ... Гостей. Эээ... Гостей, которая мне до сих пор пишет, ты пшикаешь. Она мне подарила, значит, этот, какую-то пшикалку для волос. И теперь постоянно пишет, ты пшикаешь. Но мнения там разделись ровно на двое. Значит, одни писали, что ты каких-то наркош привлекаешь и так далее. А вторые, боже, какая угарная, потрясающая девчонка. Она действительно угарная и потрясающая. Пойдем, Даниил, по выделинке. Тут очень удобно, потому что можно наблюдать... Не, не, там транспорт не с той стороны, а здесь машина не ездит. Этим, собственно... Я иногда пользуюсь этим, когда вожу экскурсии с большим количеством людей. Я ходила на твои экскурсии, там супер. Там супер? Я всем рекомендую ходить на экскурсии. Это вот для тех, кто любит ходить, свежий воздух и много знаний. И много знаний. Какая ты, Мариночка, молодец. В полиции мы отмечали девичник моей подруги. Вот. Накидались там настойками? Во-первых, там очень классная эта история с настойками. Второе, очень здорово там, что есть бутерброды с килькой вот эти вот. Селить под шубой. Господи, как я люблю селить под шубой, если бы вы знали. Знаешь эту историю салата селить под шубой? Началось. Давай. Я, знаешь, как это? Вспохник советских историй. Кулинария. Да. Сейчас очень много стало готовить. Так приятно. Ой. Бедная девушка. Бедная девушка. Да. Это вот Питер, ребята. У нас, потому что, как один чиновник сказал, ушло много-много миллионов рублей на помощь одному, не будем вспоминать, городу. Поэтому у нас по-прежнему не убирается снег, не убирается лед с проезжей. Я почему здесь-то хочу пойти, потому что здесь хотя бы есть возможность не упасть. Потому что вот здесь, если вы будете идти, вы грохаетесь. История салата селить под шубой после вот этого момента. Он появился в 1919 году. Его изобрел советский шеф-повар. Шеф-повар, да. Да. Значит, селить, потому что это рыба для пролетариата. Все окей. Картошка. Тоже у нас доступная история. Морковка. Тоже вопросов к ней нет. Свекла. Красное знамя. И майонез. Все это облагородить. В общем, супер доступный салат получился. Ну, слушай, его надо уметь готовить, потому что я могу сказать... У тебя есть какие-то советы домохозяйкам? Я его никогда не готовил, но я знаю, что вот самые вкусные... Ну, у тещи своей я ел самые вкусные сегодня под шубой. Я не люблю селить под шубой с морковкой, например, вообще. Для меня это какое-то табу. Ну, чем тебя морковка-то смущает? Не люблю ее положить. А вот здесь знаешь, кстати, что раньше было? Нет. Здесь был знаменитый пивной ресторан Вена, где тусили всякие литераторы, там, включая Куприна того же самого, и они здесь на этих, на бумажных салфетках вставляли свои автографы, которые потом собирались вместе. Когда было время, посетил этот... Уйди ты... А здесь оно... Да иди ты в жопу! В Риме она была... Я когда была в Риме... Извините, я знаю, что нельзя так, но ты тоже был в Риме, не в Рим. Это новый кафе. Вот это кафе Florian в Венеции. Оно действительно одно из первых, где появились вот эти вот тайные кружки. Ты же был на площади Венеции? Тайные кружки это то, что в Телеграме присылают видео. Да, они исчезают. Новый паблик на 25 секунд. Кстати, вот у меня история случилась. Не-не, давай закончим про Венецию. Я очень хотела это эффектно сделать, надо было сделать на другую сторону. Вот, настоящий Петербург, бутылка на грехах. И сугроб. Вот. Ну вот кафе Florian, например, тоже специально было создано. Мы на морскую идем или куда? Да. А, я понял. Так. Ну а Florian это было же? Сумно красивое кафе. Я скорее всего был, потому что там же не пропихнуться же обычно. Ну, не знаю. Я вот когда была, пропихнуться было очень легко. Слушай, ну вот Италия, ну и вообще никак не окученная. Потому что видишь, я как-то на Франции сосредоточился и... Ладно, давай поговорим про Россию. Ты говорила, у меня есть история, давай. Что? А не знаю, там была какая-то история. Я забыла ее. Ну ладно. В конце концов, кто я такая, чтобы что-то не забыть? Чтобы все вам помнить. Ну, мне кажется, очень важно, кстати. Интересно устроена человеческая память, что мы мало что помним иногда. Мы очень хорошо помним хорошее и быстро отбываем плохое. Это очень важно. Ты знаешь, к сожалению, у некоторых как раз все наоборот. Они помнят прекрасное там какое-нибудь плохое, но очень быстро забывают хорошее. У меня оперативное. Друзья, нельзя. Будьте добры ко всем. Ну, это да. Нам всем воздастся. Это, знаешь, как у Шекспира в Гамбрите. Это точно, что всем воздастся. Если ты будешь относиться ко всем так, как они заслуживают. Здравствуйте. Спасибо за ваш канал. Спасибо. Спасибо. Все, человек отработал 350 рублей. Я ему вчера написал, пройдешь здесь, скажешь, что у меня классный канал. Павел, у тебя классный канал. У меня классный канал Грибоедова. Я там даже квартиру купил. Ты видел этот проект какого-то художника нашего? Ставьте лайки. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Нет. Ну, на канале Грибоедова он такой, значит, на снегу. А, нет, на мосту он написал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не, не видела. Слушай, я пропустила. Офигенная тема. Прямо на канале. Это канал Грибоедова. Это же целый экибок, ребята. Чу-чу-чу. Какой прикол. Это, знаешь, мне кажется, в моем стиле. Я обожаю такие шутки. А я как их обожаю. Мы, кстати, подходим к одному из самых дорогих ресторанов Петербурга, девочки. Называется... Про сезоны? Си сеньора. А, си сеньора. Я даже не ему там никогда. Там сказочно прекрасный земляничный тирамису. Вот. Ну, а если у вас очень обеспеченный молодой человек, или вы хотите узнать, насколько он обеспечен... То есть ты даже не предполагаешь то, что девушка может заработать сама на этот земляничный тирамису? Нет, я всегда предполагаю, что когда с тобой случается что-то хорошее, это всегда хочется разделить. Добро пожаловать. Потому что знаешь, когда что-то плохое случается, и ты делишься, то у тебя, как бы, горе в два раза меньше. А когда что-то хорошее, значит у тебя радости в два раза больше. Поэтому надо делиться со всеми вот этим хорошим всем. Это же чудесно. Даже вот самый главный какой-то жизненный принцип, мне кажется, должен быть. Марина, ты понимаешь, что так сложится ощущение у некоторых особо продвинутых представителей мужской половины человечества, что ты вот своей жизни все только насосала. А мы ведь знаем, что это не так. Аккуратненько. Нет, это она уже мне заплатила, чтобы я ее поддержал. Мне, честно говоря, вот абсолютно все равно, кто что думает. Я живу с этим принципом с четвертого класса. Я тебя абсолютно поддерживаю. Потому что у меня одна из первых девочек в школе выросла. В смысле из моего потока. Поэтому еще тогда я поняла, что в принципе, кто что о тебе думает, это не важно. Паша, ты это тоже прекрасно слышишь. Да, да, да. Поэтому, но то, что ты думаешь о себе и как ты живешь эту свою прекрасную жизнь, господи, сколько прекрасных. Мозаика. Ну, я все, я здесь вожу экскурсии. Это, на самом деле, Рериховские истории. Но я сейчас не хочу в это углубляться. Это совершенно удивительный, потрясающий дом. Там внутри очень красиво. Но я просто... Ну, там дело не в Росфото. Там эти сохранились опять-таки Рериховские истории. Даже внутри, в самом парадном подъезде. Но я просто планирую здесь отдельно снять экскурсию. Не одну. Я сейчас начал, наконец, снимать просто по улицам. Ходить не только по дворам. Вот. Оцифровать свою экскурсию решил? Нет. Я имею в виду, что... Ведь вот это здание всегда безумно жалко. Он такое одинокое стоит, брошенное всеми. Слушай, не жалей, на самом деле. Его построил прекрасный архитектор Шрётер. Я думаю, что здесь даже вот, видишь, написано. Перестроено. Архитектор Ш... Эээ... А... Шпер... Шперер. Извините. А, Шрё... А, извините. А Шрётер предыдущая. Да. Ну вот. Гид Павел Перец. Как я мог перепутать Шрётера и Шперера? Немцы, да, какие-то? Ну, первого звали вообще Виктор. Но это натурализованные немцы. У нас же было очень много немцев. Я об этом миллион раз рассказываю. Вот мы подходим к бывшему немецкому консульту. Мы будем к Исаакиевскому переходить, да? Конечно. Как мы вообще людей не можем оставить без Исааки сегодня? Мне кажется. Люди, мы позаботились о том, чтобы вы провели И этот день со святым Исаакием. Мариночка подгадала. Мы были у Казанского. И вот ты, Исаакий. Ну, мне кажется, это один из самых таких удобных маршрутов для того, чтобы насладиться городом. Мне очень нравится Петербург с своей камерностью. Что ты, там, за 3 часа... Что здесь много камер? Маринка! Это мы, если были в Петропавловке, было бы очень актуально. Там много камер разве? На Петропавловской крепости. Я там вашей экскурсии только вечером. Да, я лучше здесь. Тогда все камеры уже закрыли. Так, ну, в общем, нравится тебе своей камерностью, да? Ну да, очень удобно, когда ты знаешь, там, за 3 часа в день можешь обойти весь центр, насладиться, пропитаться, поесть вкусно. Как салат в селедках под шубой майонезом, да? Да, ей тоже 3-4 часа всего. И так, друзья мои, мы выяснили совершенно... Обескуражительный. Четкий рецепт. Ровно, значит, что общего между Петербургом и салатом селедкой под шубой. И там, и там для опоздания кайфа нужно 3-4 часа. Ну, это, мне кажется, достижение. Да, но... Слушай, это Николаю Первому памятник или... Это Николаю Первому? Николаю Первому. Видишь? А ты же, а ты не была, наверное, здесь, да? Я здесь очень часто экскурсию вожу. Не, я была, но я все время забываю. Ой, я обожаю. Давай я придумала. Давай кто первый напишет в комментарии, в чем фишка лестницы в нашем здании, вот этом любимом с тобой в Мариинском дворце. В Мариинском дворце. В Мариинском дворце, да. Тот получит от нас, сука, приз. Мы с тобой встретимся и купим ему подарок. А если он будет из Магадана? По твоему СДЭК работает, друзья. Но это тогда произойдет уже через полтора месяца, когда ты вернешься из огнивающих гейроб. Я не знаю, сколько я там проведу времени. Вот. Но я в любом случае очень хочу сделать кому-то приятное. Я вот. Давайте, друзья мои. Тот, кто первый. Я не люблю эти вещи, знаете, вот эти блогерские, там, траля-лян и клеши. Да, но хорошо. Раз Мариночка настаивает, напишите, действительно, в чем фишка. А подарок будет от меня, не от Павла Пешки. Поэтому это моя блогерка. Лестницы, которую придумал еще один немец по фамилии Штекеншнейдер, располагающийся в Мариинском дворце. Есть такой клуб Штекеншнейдер, там очень классная музыка. Знаете, такое, немецкая техно. Немецкая техно. Ой, я помню, ты рассказывала про это здание, что все европейцы его обожают, потому что там кто-то с бактериями работает. Как интересная информация преломляется. Нет, немножко все по-другому, Мариночка. Дело в том, что я рассказывал историю своей практики. Дело в том, что действительно там работал Вавилов, благополучно, так сказать, запрессованный нашей советской системой. А табличка осталась. Да, а он, в общем-то, Менделеев в области этого растениеводства и так далее. И там, действительно, была реальная доска. И у меня была экскурсия для агрономов со всего мира. То есть приехали, там были из Индии, из Европы, из Америки, из Китая. Экскурсия была на английском языке, естественно. Обычно просто, когда ты водишь... А куда? Мы на ту морскую идем? Да. Не, мы туда, поэтому все вернем обратно. Просто с осанки. А, ты вот так вот решила всех запутать? Чтобы вот так было. Ты зачем меня пинаешь? Я хотела... Я случайно, ну честно. У меня же нету сисек, как... Как ни у кого, да? Да. Короче, и я... Обычно ты это здание... Вообще про него ничего не говоришь. Здесь, когда у вас экскурсии... Там живет Набоков, это Исааки. Да, потому что здесь и так дофига информации. А здесь, поскольку они были агрономы, я думаю, свожу-ка я их сюда. И вот реально, целый приезжает автобус людей. Они вываливаются, видят... Я говорю, дзисис Вавилов. Они прекрасно знают, кто такой Вавилов. Я не знаю, кто такой Вавилов. И там несколько человек, они... Ну, я, конечно, утрирую, они не упали на колени, но они вот просто, понимаешь, сделали вот так. Они все сфотографируют мемориальную доску. То есть, ну, это, опять-таки, это специфика профессионального направления, да? То есть, в каждой области есть какие-то гуру, которые... Ну, которые все эти профессионалы знают, а для остальных людей он, ну, не такой, скажем, известный персонаж. У меня был босс. Босс. У него, несмотря на то, что классный босс. Хьюга босс. Не-не, такой просто. Российский босс. Российский босс. Канцлер, как сейчас говорится. Ага. У него было театральное образование, и в свое время, до того, как он построил огромную автомобильную империю, он занимался театром. И у него была то ли учительница, ну, в университете, ну, преподавательница, извините. То ли еще где-то связано с подеятельностью... Подожди, но я надеюсь, мы не в счастье идем. Не-не-не. Слава яйцем. Тут не бывает счастья, как говорится. Угу. Вот. Значит, у нее было две кассы, как ты понимаешь. Одна для... Да. Одна своя, а одна государственная. Потому что она продавала билеты в театр, и перед самим театром могла продать с наценкой. Поэтому у нее было две кассы. Главное, как говорится, не перепутать. Не-не-не-не, да. Не путай кассы. У меня была очень смешная история. Однажды я тоже продавала билеты. У меня тоже было две кассы. Но потом что-то мне было так весело до пяти утра. И когда я прихожу домой, раздеваюсь, ну, начали спать. Так, все представили этот момент, как Марина приходит домой и раздевается. Ты с утра просыпаешься, у меня так лежит мое белое красивое платье. И вот так вот скомканные пятитысячные купюры. А я у меня проснулась в таком абсолютном счастье и подумала, ну вот не зря, не зря было это все. Господи, друзья, ну это же просто великолепно. А можно пояснительную бригаду студию? То есть эти купюры, они вот оттуда вывалились? Ну, с кассой. Да, я понял. Ну, ты же раздеваешься. Ну, слушай, неважно в каком состоянии пятитысячные купюры. Главное, чтобы они были. Пусть они будут скомканные, но пусть они будут прекрасные. А твой босс, он как на работу, он не приходил так? Марина, сегодня... Ой, смотрите, как красиво. Вот сигарный клуб, молодцы. Ставим на пятерку в их сигарный дневничок. Я на всаднике постою, а потом, значит, это с тобой. Вот. Ты же постила, кстати, фотки очень долгое время с сигарами во рту. Потому что я курила сигары. Эти вещи, я хочу тебе сказать, были связаны. Вот. Я считаю, что лучше выкурить одну сигару в месяц, если очень хочется, чем вот это вот смолить непонятно что. Но сигара это же очень-очень сильное, жесткое... Вообще нет? Ты же не затягиваешь? Хватит мне присылать фотографии вот этой столовой. Мне некоторые шлют. Я говорю, ой, Павел, смотрите, что мы нашли. Я говорю, хо-хо-хо. Ой, смешно. Давайте будем честны. Паша открыл кафе. Очень весело. Видишь, такая смешная шутка, что даже оператор чуть не... Нет. Марина, ты бы могла, конечно, сократить бы нам путь-то. Да. Мы могли бы по гороху и так и прочапать бы. Ну, слушаю. Слушаю. Мы закончим с тобой в отличном заведении, которое называется Петров и Лодкин. Да. И все. И все. Ну, как бы, ну. Не жалуйся. Это не так все со мной видишься. Да уж. С твоим напряженным графиком жизни. Ну, не правда, у тебя более напряженный. Ты сам рассказал, что там Англия и Франция объединяются в этих ребятах. И вообще... Поэтому... А я так говорила... Слушай, ну, я просто, я реально, я читал... Мне просто вчера буквально... Я до этого думал, что мне это напоминает. И вспомнил, что это невыносимая легкость бытия. Ну, это же прям... И мне вчера как раз... Да. И мне вчера как раз вот... Франция или Англия, не знаю, кто там кто... Сказала, что... Кто более такой жесткий? Я ей очень напоминаю, на самом деле, персонажа оттуда. А я не дочитал эту книжку. Ааа. Я ее начал читать. Читал, читал, читал. И не дочитал просто потому что... Не помню почему. Вот. Потому что она скучная, на самом деле. Но я... Вот этот момент, как он там метался, я его прекрасно помню. И как там все... Кстати, какое у тебя есть литературное открытие этого года? Этого года? Да. Никакого. Вообще никакого? Не, ну в смысле, понимаешь, я практически не читаю сейчас художественную литературу, потому что у меня на нее нет времени. Во-первых, мне самому ее надо писать уже, начинать. Ну, извините. Я уже начала писать. Надеюсь, за зиму напишу такую книжку про красавицу и котища. А во-вторых, мне по-прежнему приходится потреблять огромное количество краеведческого контента. Вот. В-третьих, ну вот, это две причины, поэтому... Первая причина – это ты. Друзья, моя концепция резко поменялась. Мы идем не в Петров и Водкин, потому что Петров есть, а Водкин и нет. Да, так вот, книжки у меня две... Первая – это «Ромовый дневник» Хантера Томпсона. О, обожаю Томпсона. Ну, я не ладю, что ли. Потому что я его читал, как раз тогда у меня был пик занятий журналистикой, и я читал его на пляже Влосево, и вот мне так это вштырило. Я потом посмотрел фильм, я его выключил через, по-моему, 25 минут. Потому что... Потому что он не любит Джонни Деппа. Нет, потому что... Вот. А вторая книга, я не помню, как она называется. Это «Артура Перес-Реверт». Это книжка про... Ну, у него самая известная кожа для барабана, а у него есть еще был такой небольшой романчик про как раз военных журналистов. И я вот... Тоже меня впечатлил. Ну, это потому что очень перекликалась с моей тогда первоперсональной деятельностью. Вот эти две книги, они мне реально запомнились. Вот. «Ивленво незабвенное», я помню, у меня просто очень хорошо зашла. Вот. Ну, я немножко похвастаюсь. Давай. Валяй. Мои два литературных открытия в этом году. Я прям, причем, читала в захлеб. Это «Моем». Просто что-то невероятное английская литература. Просто потрясающе. Ну, я-то видишь, я ты называл современных авторов. А «Моем» — это он не самый такой. Ну, Хантер Томпсон, его, конечно, можно назвать современным, но... На тот момент, когда это все издавалось, это было более чем современное. Не, ну, нет, я не говорю, что это плохо. В смысле, это прекрасный выбор. Ну, вторая книга, которая меня впечатлила — это «Неудобное прошлое». Это вообще был разрыв у меня, честно говоря, эмоциональный. Но это больше... Это про что? Про то, как разные страны переживали неудобные вопросы своей страны. Ага, не надо, не будем сейчас это обсуждать, потому что... Нет, я не обсуждаю, я говорю, что книга супер. И она есть в Яндексе в бесплатном прослушивании, если вы не любите читать. Но это очень, как мне кажется, интересно, важно. И если у вас будет время или желание, вот это сделаете. Почитайте, посмотрите. Не читайте, не смотрите, на самом деле. Потому что такие книжки, кто это понимает, он и так это понимает. А тот, кто это не понимает, тому хоть ворох этих книжек прочитает. Нет, там интересен сам процесс, как они переживали это все. Ну, мне это было интересно. Если вам, как говорит Павел, так все понятно — это ок. Я, как бы, считаю, что каждый должен стать то, что он хочет. Поэтому... Я очень много рассказывал про... А Дениски на рассказы ты читал? Ооо... Циски, фывки! Циски, фывки — мой любимый рассказ. Я маму просто затрахивал, чтобы она мне перечитывала это 28 тысяч раз. Друзья... Вот, смотрите, тест. Иди сюда. Марина, кто это такой? Я всю жизнь думал, что это Денис Давыдов. Ну, не Давыдов, конечно. Нет, это Давыдов, но не Денис, это Евграф, это Кипренский. Меня, во-первых, в детстве всегда поражала вот эта вот одежда. Я думал, что это за хрень. Потом мне отдали в хореографию, и я понял, что это за одежда. Лосины. А ты знаешь историю про Нуреева, который не хотел выходить на сцену в этих дополнительных защищающих пространствах. Да, да, да. Супер история. Друзья, Тандор, мы нашу кофейную историю закроем чай. Нам, на самом деле, просто масало чай принесете. Да, да, масало чай и… Я просто обожаю масало чай сейчас. Ты обожаешь масало чай? Да. Я вот таким вот попробовала, и теперь жизнь свою не представляю без масала чая. Как ты вообще выживаешь-то? Представляешь, ты окажешься в ситуации, где нет масала чая? Я в такой ситуации оказывалась. И как ты выживала в них? Ну, просто выбирала вино. Ну, шампанское. Я вообще считаю, что надо уметь выбирать. Уметь выбирать? Да, во всём. Поделись рецептом идеального выбора. То, что тебе нравится, всё. То, что тебе нравится? Да, к чему лука тянется. Ну, а если этого нет? Компьютер завис. В смысле? В смысле. Мне кажется, сейчас мы живем в таком мире, где всё есть. Ну, хорошо, а если это есть, но у тебя нет на это денег? В смысле? Ну, как? У них нет хлеба, пусть идут пирожные. Ну, это, кстати, неправда. Ну, это байка. Да, это байка. Это байка. Из хлеба причём. Байка из гильотина, как говорится. Она говорила ещё, на самом деле, gâteau. А gâteau это не только пирожные, это ещё и печенье и прочее по-французски. Gâteau. 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 Владимир Ильич, я не представлял вас в таком обличии. Бронетранспортер. На самом деле, шутку про бронетранспортер мне рассказал мой очень хороший друг по советительству. Как выяснилось, любовь всей моей жизни. Вот. У него работа связана с китайцами. И они достаточно шумные товарищи. И он сидел в ресторане, а китайцы вообще не выговаривают букву R. У них нет её в лексиконе. У них есть звук очень похожий на R, но это не R. Да. И он как-то так сильно устал, ещё подвыпил, и на весь ресторан заворал «Бронетранспортер». И они всё замолчали, потому что они не поняли, что вообще происходит. Вот. Это моя любимая история. Это нам преподавательница по-французскому как раз говорила, что если вы хотите ездить в общественном транспорте, и вдруг какой-то человек вас очень напрягает. Заткнуть его можно фразой. Le prestigitateur. Le prestigitateur. Le prestigitateur. Если вы ещё так же не любите людей, которые как-то... Le prestigitateur. Французский язык – это прям твой язык. Там, конечно, надо говорить... Раньше, знаешь, как это называлось? Грассировать. Грассировать. Потому что, да, нужно... Вот сейчас надо этим стебуться, а раньше, в аристократии, это было очень модно говорить так. Мы пойдём с тобой в ресторан, и я тебе угощу бронетранспортером под щубой. Да, то есть это было прям пик. Люди старались вообще быть картавыми. Да, люди старались быть картавыми, а сейчас довели Россию. Мне кажется, мы стали сбывать наши корни. Мариночка, это корни полтора процента от общего населения. Это, как говорится, и то среди аристократии же, но не все же так делают. А, кстати, вот самая странная русская традиция, которая была, которая всех губила при этом. По-твоему, какая? Самая странная русская традиция? Ну, в смысле, какое-то течение, может быть, даже модное, которое всех губило, по твоему мнению. А, всё сгубило? Ну, не сгубило, но типа она была вредная привычка, но люди это делали. А, так господи, ну вот французская мода в 12-м году, например. Толстого, почитай вот это «Война и мир». Я когда начинал, я думал, что за прикол, просто целые страницы по-французски. Они же все по-французски только и говорили, они переписывались по-французски. Вот здесь стоит, допустим, Исаакиевский собор, а до этого там стоял собор Ринальдевский. И Павел I, когда начал строить Михайловский дворец, он весь мрамор оттуда утащил к себе. И поэтому достраивали из кирпича. И там знаменитый такой двухцарственный памятник приличный, вниз мраморный, а вверх кирпичный. Это такая сатира на Павла I, но это перевод. Изначально это было написано на французском языке. То есть даже сатира писалась на французском языке, да. Понимаешь, кто-то прилепил эту напитку. А на мой взгляд, самое дуроцкое, что было, ну не прям самое дуроцкое, но одно из. В 18-19 веке переходящая мода была. Девушек на... были мраморные статуи. Считалось, что это идеал красоты. И девушки, дабы создать у себя такие же вот эти растатые ткани, чтобы все выглядело как голое тело, они перед тем, как поехать кому-то на бал, обливали свое платье водой, чтобы была такая же как бы иллюзия вот этого мокрого платья. А как вы знаете, в России не очень тепло, вот. Они надевали хоть свои шубы, они замерзали и заболевали всякими страшными заболеваниями и умирали. Это была очень короткая мода. Она на волне, на самом деле, тоже это все пришло, знаешь, откуда? Пришло из Франции. Потому что вот эти туники, это как раз в натуреоновскую эпоху стало модно, популярно вот такие свободные платья. Мадам Ракамье, известная такая скульптура. Вот она сидит в таком, лежит так плово, лежит в таком обтягивающем платье. И это действительно достаточно быстро закончилось, потому что... Микеланджело? Нет. А, ты сказал. Микеланджело, это немножечко... А, там держащая ангела. Мадам Ракамье, это 19 век, Франция. А Микеланджело, это он из Монголии, это уже, так сказать, 20 век. Да, точно. Да. Майкл Энджело. Я пыталась, но не подхватил меня Павел. Сразу заметила, что я шучу. Где-то не так. Так, чай несут очень долго, но мы им прощаем, потому что здесь очень вкусные креветки в лимонном соусе. Нет, креветки в лимонном соусе мы не будем есть, на самом деле. Хорошо, что у нас в этом спас нас от этого... От креветок? От индийского ига. От этих креветочных изысков. В Берлине просто ты заходишь. А ты любишь Берлина? Подожди, дай я расскажу. Там национальной немецкой кухни практически не найти. Там есть маленький такой вот буквально пятачок, где эти рестораны есть. А все остальное это там либо индийские рестораны, либо итальянские рестораны, либо еще что-то. Вот так вот. Да, глобализация. Спасибо тебе большое. Да, глобализация. Ставь лайк, подписывайся на канал. Я вообще... Мне нравится глобализация. Мне нравится, что сейчас все доступно, все есть. Ты вот сегодня наговорила тезисов уже на 28 раз стать инагентом. Нельзя сделать инагентом не гражданина России. Да, ты же у нас гражданин Казахстана. Потому что мы братские народы. Да. Поэтому ты у нас будешь братский инагент. Братская сестра. Братская сестра. Кстати, нет уже сестер инагентов. Сестер инагенты это какой-то уже монастырский орден. Блин, да. Знаешь, как это... Есть кармелитки, а есть сестры инагенты. Бармелитки? Это как карамельки? Нет, я бы не сказал, что... Кармелитки? Кто смотрел сериал «Кармелита на России 1»? Мой друг. Он смотрел. Блин, ты не смотрел кармелиту? Ты смотришь улицы разбитых фонарей и не смотрел кармелиту? Слушай, а если бы мы не заказали твои креветки, мы бы тут час их ждали? Я не знаю. Ну, видишь, здесь вино быстрее носят, чем... Не, но вино быстрее, понятно. Но вино это не то, зачем в Индию ездят. Блин, я сейчас читаю книгу, которая называется «Кортье. История роскоши». И там, значит, история, что три разных сына... В смысле, три брата, три разных брата. Был отца, три сына. Был отца, три сына. У нас сегодня цифра три вообще очень хорошо. По карабан. Вы не могли бы узнать, где наш чай? Извините, пожалуйста. А вот. А, вот, супер, он идет как раз. Вот. И один брат Луис занимался Россией и Францией, брат Пьер занимался Лондоном и Нью-Йорком, а брат Жак занимался Лондоном и Индией. Ну, просто Лондон передавался туда-сюда, но, значит, эпоха Первой мировой войны, конец 19-го, начало 20-го века, Первая мировая война, вот этот весь период их жизни. Спасибо большое. Вот. И в Индии все ездили на Rolls-Royce. Ну, не все, а Махараджи. За Индию. За Махараджи. И за их прекрасные драгоценности, бриллианты. Ты теперь тоже, Павел, теперь тоже не сможет жить без Масалы. Смогу. Я, так сказать, я мужик. Я смогу, я, я смогу жить без Масала чая. Павел Перец, номер 5 из списка депутатов. А без массажа? Без массажа? Да. Нет, без массажа нет. К сожалению, да. Массаж. Не такой уж он и мужик. Потому что массаж, как мы знаем, тоже братская традиция. Нет, ну массаж, массаж я имею в виду, да нет, без продолжения. Который тебе реально там, знаешь, у меня есть массажистка, она находит, у меня больное место так нажимает. Мы со спутницей нашей, как бы вообще не знаем, вот такие массажи, а у тебя какие-то интересные массажи. У меня, нет, просто я как-то был в другом городе, я говорю, а где у вас тут массаж сделать? И они мне говорят, а вам какой? Я говорю, ну мне желательно спортивный. И человек немножко так встал в ступор, говорит, ну в принципе и таких найдем. Я говорю, нет, нет, стопе, стопе, мы про какой массаж? Я говорю, вот массаж, чтобы помять меня, а не это. Он говорит, а-а-а. Да, потому что там слово массаж исключительно ассоциировалось. Как тяжело быть мужчиной вообще. Ты хочешь простой вещь, чтоб тебя помяли, а тебе взять на какую-то... Тяжка наша доля, а тебе постоянно норовят заняться этим, как это, сексом. Фу, это отвратительное явление в жизни. Я надеюсь, Мариночка, ты им не занимаешься. Нет, не говори, не падай в моих глазах. Так. Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Говорил классик. И это туда же. И это тоже. Что, ты не любишь Цою? Ты что-то имеешь в кости в корейцах? Нет, Цою я обожаю, это... У меня было масса историй, когда он мне помог, на самом деле. Ты с ним знакомишь, что ли? Нет, нет. Он не успел познакомиться, когда мне было 15 лет, и он умер. Я не успел на его концерты, я успел только на его похороны, прости. Интересно, что ты нравишься друзей. Да, да, да. Весь Кондратевский был заполнен. Нет, у меня есть история, когда я приехал в Москву в 2004 году, и выяснилось, что все, что в Питере хорошо, там отстой, а все, что в Питере отстой, там хорошо. Ну, особенно вот в сфере, так сказать, глянцев журналов. И мне просто реально было не найти почву под ногами. И меня спасцой, я его слушал по улице, по делу, и как-то вот я наладил связь со всем городом. Я не могу сказать, что меня спасцой, но очень много вечеринок я покидала на песне «Кончится лето». И это меня, может быть, и спасало. Ну, я обожаю песню «Кончится лето». Вот эта группа «Крови». Потому что там есть «Кончится лето»? Нет, потому что мне нравится вот это про… Я выключаю телевизор, я пишу тебе письмо, потому что больше не могу смотреть на… На тебя. Ну, не совсем. А там другие слова. На «Эмоджи» из «Эппл». Веселые. Данила, отведай чайку ты. Я уже отведу. А, ты уже отведал? Я предлагаю, закончим мы на чае. Да, мы закончим на чае, друзья мои. Мы засиделись в этом начательном заведении. Значит, во-первых, хочу напомнить, что Марина экскурсии не проводит пока. Возможно, ты станешь звездой отечественного экскурсоведения. Экскурсоведение? Такое слово есть? Не знаю. Экскурсоведение. Экскурсоводство. Экскурсовод скачком. Экскурсово. Экскурсово. Извините. Ну, как говорится, должна быть цикличность, знаешь, как в лучших фильмах. С чего начинаешь, то и заканчиваешь. Да. А я-то вот этим занимаюсь. Ну, правда, зимой не так интенсивно, но буду интенсивно заниматься этим в новогодние праздники, ребятки, да. Будут проходки по барам обязательно. Да? возможно с тобой мы все-таки пройдемся когда ты развяжешься со своими аскезы это очень важная вещь надо иногда что-то отдать и потом что-то придет например чай масала слушай все супер я вот как бы я вообще не стреляю от того что я сейчас не пью то есть у меня это не супер я это часто практикую то есть ты какой-то период пьешь потом отказываешься вообще никаких проблем с этим нет это полезно знаешь это самое главное опять же про чистоту рецепторов ты когда знаешь берешь перерыв потом начинаешь пить ты это чувствуешь по-другому для меня это важно вот а я соответственно вот это по этой погоде это делаю пока потом наверное я не знаю может быть я уеду а может посмотрим как жизнь будет складываться расписание есть новогодние экскурсии будут и книжечки мои покупаются до сих пор очень хорошо книжечки мои с новым годом друзья на самом деле очень хотелось вам вот так вот пожелать мирного неба над головой чтобы все у вас было замечательно чтобы вы любили на виде поближе рядом с вами пили с ним и берегли касс пожелай побольше секса людям это то чего не хватает в россии всю историю ее существования да 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 любите друг друга и будет вам всем счастье в том числе интимно во всех религиях мира все говорят только про любовь о том что когда вы любите кого то ваш мир всегда становится лучше возлюби как говорится ближнего своего главное не ошибиться ближнего да но соответственно все что вам нужно знать про меня там внизу найдете в описании под этим видео надо на тебя ссылки давать мне не надо какая-то сталинская ребра у марина нет иллюзий по поводу некоторых особо рьяных представителей рода человеческого на этом все комментарии пока можно меня вернуть все будет хорошо это точно да так и будет